В этом видео я расскажу о пяти мифах о юристах и еще несколько рекомендаций и приемов, как получить наилучший результат, используя эти методы. Мы разберем. Друзья, я выбрала предупреждения, которые мешают предпринимателям и гражданам обращаться за юридической помощью и постаралась их развеять. В конце расскажу, как распознать опасного юриста и не стать героем очередной печальной истории о бесполезном суде. Тут мы учимся пользоваться законными правами. Помните, друзья, согласно статье 24 Конституции Украины все люди являются равными в своих правах и обязанностях и не могут быть ограничены с иных мотивов. Пожалуйста, жмите на колокольчик и лайки, чтобы ничего не пропустить. Итак, в любой сфере иногда встречаются некомпетентные и недобросовестные специалисты. Юридические услуги – не исключение. Обычно случаи неудачного обращения к юристам – это пугающие истории о пустой трате денег, длительном суде и невыполненных обещаниях. Такие истории легко запоминаются и пересказываются выскаженными факторами. Отсюда рождаются неверные представления о юристах. На самом деле юридическая помощь полезна и гражданам, и бизнесу. Юристы помогают сохранить деньги и защищаться от штрафа. Первый миф. Юридические услуги – это дорого. Друзья, юридическая помощь действительно стоит денег, но когда говорят о высоких ценах, обычно имеют в виду услуги адвоката. Адвокат – это юрист с особым статусом, который нужен для защиты человека в уголовном деле. Он ходит к подзащитному в СИЗО, собирает доказательства невиновности, спорит в суде с прокурором. Еще адвокат платит обязательные взносы в адвокатскую палату. Но предпринимателю или гражданину в спорах с арендодателями, банками, налоговой нужен не адвокат, а простой юрист. Его услуги дешевле, цена зависит от сложности дела и региона. А консультация без исков в суд стоит еще меньше. К тому же в судебных делах большую часть расходов за гонорар юриста оплачивает проигравшая сторона. Для этого нужно принести в суд договор на юридические услуги с чеком об оплате. Так что есть шанс потратить на юриста приемлемые деньги, но решить серьезную проблему. Прецедент. Киевским разработчикам не заплатил заказчик. Сумма крупная – 1 млн 524 тыс. Разработчики наняли юриста за 35 тыс гривен. Дело выиграли, долг отсудили. Юридическая помощь получилась вообще бесплатной. Расходы на нее тоже возместила проигравшая сторона. 2 мим. Юристы специально затянут дело, а я буду платить за это время. Друзья, время судебного разбирательства ограничено законом. В арбитраже спор в первой инстанции разрешается в течение 3 месяцев, в районном суде 2 месяца. Еще около 2 месяцев уходит на обжалование решения. Потом суд выдает исполнительный лист и истец получает с должника присужденное. На практике судебное разбирательство длится от 6 месяцев до года. Причин может быть несколько. Судьи загружены. Оппоненты избегают заседаний и оттягивают уплату долга. Экспертизы требуют времени. Длинный срок рассмотрения дела не всегда зависит от юриста. Но подстраховаться от злоупотреблений можно. Оплата юридических услуг бывает почасовой за каждое судебное заседание и за все дело разом. Договорите с юристом о фиксированной оплате за дел. Запишите в договор условия об авансе и окончательном расчете. Уточните, что оплата не зависит от количества заседаний и подготовленных документов. Тогда юристу будет интересно быстрее закончить ваше дело и получить полностью весь гонорар. Третий миф – юристы не отвечают перед клиентами. Если мой бизнес попадет на штрафы и убытки, они останутся не при делах. С юристом заключают договор безвозмездного оказания услуг. За халтурную услугу и убытки юрист отвечает перед заказчиком так же, как вы перед своими клиентами. Споры о качестве юридических услуг обычно возникают, когда юрист проиграл суд. Дело в том, что клиент платил за подготовку и искажалов и представительства в суде. В договоре не пишут, что выигрыш гарантирован. Юрист может подготовить документы, посетить все заседания, блестяще разбить аргументы другой стороны, но, к сожалению, проиграет суд. И в этом случае нельзя требовать назад аванс или оплаты назначенного налога в штраф. Юрист сделал все по договору, значит, услуга оказана качественной. Другое дело, когда юрист проспал заседание, забыл подать апелляцию в срок или не принес налоговый запрошенный документ, здесь он не исполнил договор перед клиентом. Можно тогда требовать вернуть оплату и возместить убытки. Правда, скорее всего, с юристом придется судиться. Получается, что из одной проблемы вышло две. Прецедент. Консалтинговой фирме понадобилась лицензия на образовательную деятельность. Для подготовки заявлений и документов Министерства образования фирма наняла юриста за 62 тысячи гривен. Еще оплатила пошлину 7500 за получение лицензии. Юрист что-то накосячил с документами и фирме не дали лицензии. Юрист отказался вернуть оплату. Фирма обратилась в суд и получила назад свои 62 тысячи гривен и зря потраченные на пошлину 7500. Чтобы не доходить до разборок, проверяйте опыт юриста. Четвертый миф. Юриста выпускается из вузов слишком много. Боюсь, попадется некомпетентный. Друзья, обычно некомпетентными называют специалиста, у которого нет знаний и опыта. Получается, у вашего юриста надо проверить образование и опыт. Давайте представим, что вы нашли подходящего юриста. Теперь нужно проверить, потянет ли он ваше дело или нет. Начнем с образования. Лучше, если юрист будет с высшим юридическим образованием. Попросите показать диплом и проверить подлинность на сайте Министерства образования. Если для вашей проблемы нужно обжаловать документ или действия властей, подойдет только представитель с высшим юридическим образованием. Перейдем к опыту. Хорошо, если юрист уже работал по делам, которые похожи на ваши. Например, вы хотите получить компенсацию за использование вашей программы без лицензии. Тогда спросите, какой у юриста опыт по защите исключительных прав. Попросите показать судебную практику и решение по делам с его участием. Если юрист проиграл – похожее дело. Это еще, друзья, не значит, что он плох. Наоборот, теперь он точно знает, что для компенсации надо доказать, что клиент – правообладатель программы. Это и есть, друзья, опыт. Еще опытный юрист до обращения в суд обязательно проверяет платежеспособность должника. Когда компания готовится к банкротству или у нее накопились долги по судебным решениям перед другими компаниями, обращаться в суд, друзья, бессмысленно. Сообщения о банкротстве и исполнительные производства также смотрятся на сайте. Спросите у юриста результат проверки вашего должника. Перейдем к подводным камням. Может выйти так, что вы нашли юрфирму с подходящим по знаниям специалистам и готовы подписать договор. Формально исполнитель может поручить ваше дело любому работнику, в том числе и молодому стажеру. Чтобы так не вышло, попросите записать в договор, что услугу вам оказывает конкретный юрист. Итак, пятый миф. Юристы разбираются только в судах. Я не собираюсь в суд, поэтому они мне бесполезны моему бизнесу. Друзья, юристы занимаются не только судебными спорами. Они составляют договоры под бизнес-клиенты, разрабатывают пользовательские соглашения для сайтов, оформляют увольнения, участвуют в выездных проверках налоговых, пишут должностные инструкции. Такая работа защищает бизнес от штрафов и убытков. Например, юрист участвовал в увольнении сотрудника за прогул, он рассказал, как надо составить акт, взять письменные объяснения с прогулщика, помог составить приказ и записать основание в трудовую книжку по статье экзот. Предупредил, что в день увольнения надо перечислить увольненную зарплату и компенсацию за отпуск. Теперь фирма защищена от восстановления долгого работника судом и штрафом. Небольшому бизнесу не обязательно иметь юриста в штате или заключать договор на постоянное юридическое обслуживание. Достаточно иногда обращаться за разовыми консультациями по непонятным моментам. Как и обещала, как распознать опасного юриста и не стать героем очередной печальной истории о бесполезном суде. Итак, гарантирует победу в суде. До суда юрист не знает аргументы и доказательства другой стороны. Даже в самом заурядном деле может всплыть подробность, которая перевернет все дело. Обещание стопроцентного выигрыша говорит о неопытности юриста и недобросовестном маркетинге. Следующее. Настраивает побыстрее заключить договор и перечислить аванс, не разобравшись в деле. К сожалению, некоторые юристы живут авансами. Главное для них – это получить предоплату. Можно ли помочь? Они решают потом. Следующее. Не выясняет платежеспособность должника. Цель добросовестного юриста – решить вашу проблему. Если ваша проблема – это долг, она решается списанием денег со счета должника. Цель плохого юриста – получить оплату за юр услуги. Ваши долги его не волнуют. Следующее. Не вникает в специфику дела. Юрист разбирается в законах и судебной практике в сфере вашей деятельности. Он не специалист. Но понять деятельность клиента тоже важно. Если юрист не выяснил, что такое программный код, за какое время застывает бетон или как выглядит выкройка пальто или платье, он рискует неверно донести информацию до судьи и проиграть в дело. Обращаю ваше повышенное внимание. Хороший юрист задает много вопросов и слушает вас. Ищите такого. Теперь вы знаете все аспекты о пяти мифах о юристах. Если вам понравилось это видео, нажмите на кнопку лайки, не поленитесь, не забудьте подписаться. Все полезности в описании. Друзья, знайте свои права и учитесь ими пользоваться. Будьте бдительны и не доверяйте пустым обещаниям.